Добрый-добрый-добрый день всем! У нас вторая игра между командами Invictus Gaming и Ye Home. Первую катку выиграли IG, причем вроде бы игра была ровная, но под конец Ye Home мы слили и Invictus Gaming реализовали все, что у них было. А был у них Storm Spirit и был у них Viver. И получилось все, ну, на заглядение хорошо, как по мне. Ждали-ждали и дождали своего Звездного Часа. Но теперь Ye Home мы сами забрали себе Storm Spirit, а думают, что может быть в этом была проблема. Storm у нас наверняка отправится в легкую линию фармить, а то у нас керри вообще Storm Spirit SF скорее всего останется для Inflame'а на Midlane. Shaker Leon Support и надо какого-то оффлейна придумать команде Ye Home. Со стороны Invictus Gaming в пик зашел Висп, вторым взяли Ancient Operation. Invictus Gaming сразу не стали брать Тинни вторым пиком, что интересно, потому что брать под Виспа можно еще несколько персонажей. Свена один из них. Свена забрали четвертым пиком IG, а Ye Home мы отправили у нас не только Тинни, но и Чао Снайта. Тинни тоже отправили в баню. Стандартные классические схемы Висп плюс ЦК или Висп плюс Тинни. Все это заблочили. Ну, пожалуйста, есть третий вариант. Тратить три бана на какого-то керри, это мне кажется лишнее совершенно. Ye Home мы так не стали делать, поэтому понятное дело, что Invictus Gaming выбрали, собственно, обычный вариант. Пошли по пути наименьшего сопротивления. Axe тоже в пике, тоже неприятен для Ye Home. В Тимберсоу появляется для коллектива Ye Home. Нашли чем ответить. Ну, не очень уверен, что Тимберсоу у нас особенно практичный здесь, но то, что Тимберсоу сможет здесь летать и делать неприятно Аксу, Свену и Виспу и еще и Ancient Operation, это факт, конечно. Ну, последний пик от Invictus Gaming. Я думаю, что необходим... А кто? В принципе, Свен и Висп отправятся у нас на мидлейн. Надо какого-то хорошо фармящего героя в легкую, либо, опять же, который мог бы универсально стать на мидлейн, и можно было бы свапнуться линиями. Вот, Акс вполне может быть отправиться у нас в сложную. Да, Templar Assassin появляется для Invictus Gaming, поэтому, скорее всего, Свен с Виспом отправится фармить легкую. Темпларка будет на мидлейне, Акс будет в сложной линии. Ancient Operation, ну, наверное, Каксу, 2.1.2, стандартная паб-схема. В принципе, почему бы и нет? Реализация от Invictus Gaming никогда не хромала, а по задумке особенно и выдумывать нечего. Главное, хорошо выформить хотя бы стартовые артефакты, а там, само собой, пойдет. Lanem опять играет у нас на Шейкере. Прошлая игра Lanem на Шейкере была действительно крутейшей. И, скорее всего, ну, могут судить, что Lanem отыграл лучше всех в своем коллективе. Немножко у нас там Lifestiller не доформил. Да и раскайтить Lifestiller благодаря Штормспириту и Виверу было несложно. Ну, в этой, в данном пике, скорее всего, кайтить придется именно команде Юху. А Invictus Gaming будут, не знаю, либо будут бегать от команды IG, либо будут врываться нон-стоп. Тут уже как пойдет, как начальный этап у нас закончится. Шторм отправляется фармить в легкую, потому что на мидлейн отправляют Inflame на SF. Ну и в сложную отправляется Роти Кей. Lanem с Шейкером будет, я так понимаю, Lanem на Шейкере будет со Штормом, скорее всего. Хотя первые минуты Lanem у нас тоже, в принципе, гуляющий был и с мидлейна особенно не уходил. Но Фессура много чего решает на мидлейне. Правда, не в случае с Темпларкой. Фессура против Темпларки, мягко говоря, ничего не дает. Потому что в Ферраре у нас нон-стоп будет под рефракшеном бегать. Да и где-то пропадет у нас Lanem с карты. Понятное дело, что Темпларка что-то заподозрит. Рефракшен включить вообще не проблема. Тем более, скорость каста медленная у Шейкера. Если только не из вне зоны Вижена. Темпларке будет даваться у нас Фессура. Ну, посмотрим. В любом случае, тут миллион есть вариантов развития событий. Какой из них будет верным, даже сразу и не сказать. Timbersow будет в соло фармить топ-лейн. Ротикей уже здесь заспамил вардами. Все, что можно было, видят здесь Кси. Ну и Кси надавали по горбу дико вообще. Инфлейм решил не раскастоваться дальше. Не хотел сливать ману всю. Странно, можно было бы действительно забрать акса. Ну или не поверил в свои силы. Ну да, в принципе, койлы сейчас, по-моему, по 100 бьют. Да, по 100 бьют койлы. Плюс Magic Dev встроенный от акса. А у акса было 300 с копейками хп. Поэтому убить его точно не убили бы. Феррари на мид-лейне. В сложную команду IG отправляет триплу. Бёрнинг здесь. Чуань на Веспе здесь. И Фейт тоже у нас недалеко. Фейт будет заниматься здесь партизанчиной в лесу. Стараться заблочить все, что только можно заблочить. Ну что, Фейта увидели. Ланэм. Фессуру пока не дает. Чуань уже недалеко. В принципе, Ancient Operation забирать пока что нечем. Первый левел. Оверлод, конечно же, не вкачан у Шторм Спирита. Поэтому застопить, засловить после Фессуры просто-напросто нечем. А то, что Чуань выхиляет Фейта, это факт. У Чуани уже есть Боттл. Ну и у Фейта есть куча хилок. Так что оттолкнули команду Юхоум немножко подальше. Ротики. Фармит здесь против Акса. Кси пока что не подходит. И Кси, кстати, в неприятном положении. Пик Тимберсоу, по-моему, был очень и очень серьезным от Юхоумов. И, как по мне, слишком правильным вообще, чтобы быть правдой. У меня и в голове Тимберсоу у нас не укладывался. Ну, теперь я понимаю, что здесь просто через пилу, через понижение количества ХП, статов вообще можно забирать Акса. Можно. И Ротики тут, в принципе, страдать вообще не должен от Акса. Даже если будет Агр какой-то здесь уже. Реактив Армор вкачан. Ну, еще одна пила от Ротики. Ждем. Сейчас, я думаю, кстати, обернется это все плохо для Кси. Кси агрит на себя. В итоге Кси получает больше, чем дает. На мид лейне инфлейм 6 на 2. У Темплера Ассасин 5 на 5. Феррари взялся вплотную за динай крипов. И тем не менее, все равно проигрывает по крипстату у нас у инфлейма. Ну и неудивительно, СФ может фармить, это не проблема. Опять же, в два уже вкачанные койлы, поэтому забирать целые пачки крипов совсем не сложно. Легкая линия для команды Ай-Джи от Кси 12 на 0. У Ротики 9 на 1. То есть не проседать Тимберсоу, а стоять милишнику в соло против Акса, вы понимаете, насколько это серьезное дельце. Так вот, Тимберсоу из тех ребят, которые стоят просто на ура. У Шторм Спирита рецепт на соло ринке есть. Больше пока ничего здесь керри команды Йохоу не насобирал себе. Ну и вообще по фарму 3-1, вы понимаете, насколько это печально. Ай-Джи опять же поставили триплу в сложную. Бернинг уже 11 на 7. А Шторм Спирит попросту подойти к крипам вообще не может. Ну а то, что Бернинг будет где-то не дофармливать, ну вы сами вообще верите в это. У СФ 11 на 7, у Феррари 7 на 8. Начинает Эмпларка немножко терпеть. Ну и Флейм, нормально, водит хороводы крипов постоянно. Да, хоть и в рефракшн, но лупит у нас Феррари. Но это так надо делать, потому что иначе с Эмпларкой просто-напросто не справится. Сбивает рефракшн, инфлейм. Пошел пугать койлами. Есть дальний по Феррари, в Феррари половина хп слетела. Но инфлейм тоже тут не самый здоровяк. Ротик Кей забирает у нас Кси. Кто-то пришел или как? Да, за счет Ланема. Ну ладно, давайте посмотрим, что нам собственно. Ланем из-под собственного Тауэра. Фессура по Кси пошла. Загрелил Кси на себя Ротик Кей и делает неправильно. Абсолютно неправильно. Тимберсоу забирает ФБ. Теперь можно смело сказать, что выиграна сложная линия для команды Ехо. Ротик Кей на Тимберсоу это было лучшее из решений Айджи за последние две игры. По Нентворцу. СФ на третьей позиции. На второй Бёрнинг. На первой Ротик Кей на Тимберсоу. Вот такая сложная инфлейма здесь цепляют. Должны забирать. Спириты от Чуаня пошли. Измелда. Еще один удар у нас от Феррари. И Висп в итоге забирает фраг первый для команды Айджи. Но Фейт тоже здесь очень удачно подошел. И по чилингтачам вся трипла неплохо так СФ развалила. Ну и СФ не самый живучий на ранних левелах. Ничего на ХП вообще у СФа не имеется. Кроме, не знаю, Арен Брэнши. Трех силы в Рейсбенд. Этого недостаточно на пятой минуте против триплы. Тем более хорошо дамажащий. У Феррари появляется шестой левел. У СФа пока пятый, практически шестой. Но пока инфлейм будет бежать, здесь Феррари и седьмой себе наковыряет. Ланэм пришел побесить немножко Феррари. Феррари уходит отсюда. Рефракшн вкачан в три. Поэтому Ланэм вряд ли что-то у нас сможет противопоставить Темплар Ассасин. Так, как Шторм у нас на легкой живет? Нелегко Шторму на легкой. 10-1. Крипстат у мейнкерри команды Юхоум. У Бернинга в это время 30 на 13. Крипы не подходят вообще к Шторму. Бернинг, понятное дело, что по классике держит у нас линию. Кого надо убивать, убивает. Кого надо динай, динай. И линия не движется. Отводы сделать не дают. Здесь Шторм Спириту. Поэтому Бернинг, ну, не выходит вообще из зоны комфорта. И тоже подойдет Шторм Спирит. Шестого левела нет. Ловит Стан от Свена. Свен с руки его расковыривает. Плюсик или нет? Нет, вроде плюсиков у нас Бернинг не качало. Где тогда третий скилл? Не третий, а точнее пятый. Пятый скилл от Свена. Непонятно. Пятый левел есть в 2. Варкрай прокачан. И Шторм Хаммер тоже в 2 вкачан. Ну, возможно, по ситуации. Возможно... Даже не знаю, возможно, что. Феррари под инфлеймом. Трэп взрывает. Ну, и дальше за инфлеймом побежит Феррари. Можно. В принципе-то Тауэр не дамажит. Тауэр нас агрится на крипов. Феррари немножко поскромничал. Если бы дал мелты и за счет фазов 100% ФСФ разваливал. Но испугался вдруг где-то здесь Ланэм. А Ланэм же... А Ланэм у нас нет. Ланэм на лайне не светился, поэтому непонятно было, где находится у нас Ланэм. Бёрнинг провязал ульту. Пошел бить Тауэр. Очень рано решил Бёрнинг у нас снести Тауэр. Все, 6 левел вкачан. Да, значит, просто не был вкачан у нас один из скиллов от Бёрнинга. Теперь и Клифф есть, и Гад Стрэндж тоже у Бёрнинга имеется. Шторм Спирит пошел врыв Бёрнинга. И Ротики здесь. С приветом, абсолютно со сложной линии. Первый раз наказали у нас с Керри командой. Айджи. Чуань вместе с Феррари. За Инфлеймом. Недалеко Ланэм. Ланэм, как всегда, хорошо отыгрывает у нас на Шейкере. Фессуру поставили очень удачную. Что одним, что другим. Тут не бить. Но приятно, что Висп даже не может подойти. И Спиритами надамажить команду Йо-Хоу. Ланэм, в общем-то, просто умничка. Бёрнинг оклемался после смерти. Вернулся на линию. Шторм Спирит в это время гуляет у нас по рунам. Есть уже Сол Ринг. Есть Рингов Базилы. И... Так, ССФ у нас Темпларку забрал. Ай-яй, на Мидлейне забрали Темпларку. Видите, да? Что с ней и где? Я так понимаю, через Койл, да? Да, через Дальний Койл у нас Энфлейм забирает фраг. Или через Ближний, да. 3-1 становится счет. Йо-Хоу мы повели и по фрагам вроде бы впереди. А по золоту, обратите внимание, 2000 в пользу IG. По Экспириансу 1000 тоже в пользу IG. При том, что Тимберсоу вроде бы фармил. А кто же так страшно по фарму проседает? Но это, скорее всего... Да, вот он. Вот он Мейнкерри. Вот он Шторм Спирит, которого поставили в легкую Йо-Хоу. И в итоге у него шестой Нетворс на карте. Кси на первом месте вообще по фарму. IG в легкой линии переформили Тимберсоу. Инфлейм за Феррари. Сюда приходит Ланэм. Уже есть триплайс игроков команды IG. У Кси есть Даггер. И Кси готов рываться. Инфлейм агрит на себя. Инфлейм вряд ли отсюда уйдет. Налог ЭП у нас СФ. Удар по голове от Акса. Ну и, кстати, Каллинг Бейт, по-моему, не успел у нас Акс дать. Да, не успел, не успел вкастовать Каллинг Бейт. Быстрее Феррари справился с данной задачей. Акс дальше во вражеский лес. Кси либо по фарму будет давить команду Йо-Хоу, либо просто дамажить нон-стоп. У Кси через три секунды откатится Даггер. Можно за Ланэмом бежать. Кси, прыжок пошел на Ланэм. Агрит на себя Феррари. Относительно близости находится Феррари. Пытается подстопить у нас Ланэм своих оппонентов. Ну подожгли, Ланэм догорает. Каллинг Бейт от Кси. Три-три. Оголде сейчас просто с ужасом для команды Йо-Хоума оторвутся от них. Хотя Ротикей может подправить хоть немножко ситуацию. Правда, у Ротикей минимум маны здесь. Но есть Солринг, есть здесь Аркан Буцы. Еще один удар. Ротикей разваливает Эншент Оперейшн. А Фейт отправляется в таверну. Десять минут прошло. По золоту IG-3000. По экспириенсу полторы тоже в пользу коллектива Инвиктус Гейминг. Йо-Хоумы по фрагам 4-3, тем не менее, впереди. Для Шторма, наконец-то, хоть какие-то артефакты. Появляются Пауэр Трэдс у нас для Шторма. Давайте вообще по артефактам посмотрим. У Шейкера ничего. У Леона. Есть Транквил Буцы у СФа. Боттл, Пауэр Трэдс и Рейс Бен для Инфлейма. Готовится выйти в Мекку. Не так, как в прошлый раз. В прошлый раз Инфлейм у нас выходил в Юл. Ну, там был... Я не помню, кстати. По-моему, Мекки не было у команды Йо-Хоум. Может быть, поняли свою ошибку. Теперь у нас Инфлейм собирает Мекас. У Темберсо уже есть Сол Ринг, Пойнт Бустр, есть Аркан Буцы. Осталось немножко совсем до рецепта. И до Виталити Бустера 1100 насобирать Ротикею. Будет уже готов Бладстоун. На ЛОХП у нас Инфлейм. Сид даже не юзал ульту, потому что проюзал ее вот-вот и проюзал неправильно. Поэтому просто так у нас умирает СФ. 4-4 становится счет. Кси более чем полезен. Шторм Спирит на ЛОХП. А здесь он в лесу на ЛОХП уже. Шторм Спирит у нас просто от крипов начинает умирать. У Феррари на Тембларке. Есть Фейсбуцы, есть Барабаны. Думаю, следующим артефактом будет Даггер. Ротикея у нас гибнет от Акса. Ой, от Бернинга, точнее Чуань. Вместе с Бернингом влетел. Ну и Гад Стрэндж. Свен тут свое дело сделал. Скорее всего, АДЖи будут забирать Т1 по топ-лейну. Бернинга у нас отставляет Чуань. Дает возможность пропушить лайн. Но дает возможность пуш. Нет, Бернинг пошел фармить. Мом есть, Гад Стрэндж проюзана. Надо быстрее использовать все эти бусты. И по демеджу, и по скорости атаки. АДЖи давят по золоту 4000. По Экспириенсу 3 тоже в пользу коллектива Инвиктос Гейминг. Ехоумы смотрятся слабее классом. И тут ничего не сделаешь. Да, вроде файты в прошлой катке относительно равные были. Но, тем не менее, АДЖи в глубокую, особенно, задницу. Никогда не влазили Ехоумы. Могли себе это позволить. И АДЖи как-то просто поопытнее смотрятся. По сыгранней, поопытней, ошибок по минимуму допускают. Если допускают, то в скором времени исправляют их. Ну и давят, давят, давят. Фармят лучше. Фармят лучше. Это видно на графиках. Это видно по артефактам. Но это в итоге в лейте будет гораздо лучше видно. Бернинга. Хекс. Но здесь Бернинг вряд ли выживает. Это вообще было бы удивительно. Бернинг у нас умирает. Шторм Спирит забирает такой важный для себя фраг. 2-0 у нас уже. Для Шторма есть 500 на руках. Ну и Маджик Вон приобретает себе Шторм Спирит. Бюджетный вариант. Это при том, что у нас очень нищим был Шторм. Так, налог хп у нас Ротикей. Быстрее от Феррари. Еще один удар и умрет Ротикей. Нет, Ротикей у нас, наверное, на 50 хп улетает. Одного удара от Феррари не хватило. Был бы даггер, был бы удар. Феррари идет пока к этому. 1700 на руках у него уже есть. Е-Хоумы на топ-лейн забирают Т1. Вообще Товара стоят у команды Айджи. Это первый Тавр, который упадет со стороны Е-Хоумов. Развалился Тавр в мид-лейне. Ну и все. И 1-1 по Таварам в итоге становится. На Рошана команда Айджи. Тавр и пускай. Пусть становится Тавр вообще пес с ним. Команда Айджи понимает, что Тавр в любом случае будет падать. А вот Рошана забирать кто-то должен. Через лес. Вся команда Е-Хоумы будут байтить, как я понимаю, на СФа и на Т2. Пойдет ли дефать Айджи? Ну тоже прекрасно понятен мув. Мув классический. Пока никто... ТПшится. ТПшится сюда Темплар Ассасин. Можно попытаться ее поймать. Нет, Е-Хоумы просто перетягивают Темпларку на топ-лейна. Сами отправятся вниз. Ближе к миду. Возможно, даже выйдут на Т1. Здесь их очень горячий прием ждет. Кси уже здесь. У Кси куча ХП. Кси у нас выформил все, что необходимо по скиллам. У Кси тоже вкачано все необходимое. Ну и что? И продолжается драка у нас. Келлинг спри от Шторм Спирита. И Келлинг Спритак у нас на мид-лейне. В это время забирают еще и Тимберсоу. В разных черстях карты просто. Катки. Висп полетел дальше за Инфлеймом. Инфлейм раскастовался. Чуаню больно. Феррари практически не почувствовал ничего. Ну и все. Хаммер Шторм у нас в Инфлейме. Ланем. Эхо Слэм по Бернингу. Бернинга расковыряло здесь. Ну и Феррари дальше гонит у нас Инфлейма. Инфлейм умирает. Чуань на лоу ХП. Быстрее бежать отсюда. Урнов Шадоус есть для Чуани. В итоге 4 в 1 подрались АйДжи. И плюс для них огромнейший. Файт рекап нам уже не покажет этого. Потому как слишком долго был файт. Ну и в итоге команда АйДжи выходит вперед. Счет становится 9-7. И по золоту АйДжи давят, давят и еще раз давят. Уже за пятерку перевалило их преимущество. По золоту, по экспириенсу где-то 7 в пользу Инвиктус Гейминг. Ну и что делать команде Ихум пока непонятно. Они просто как, я не знаю, как слепые котята. Ходят и врезаются постоянно в рывную остроту команды АйДжи. А тут врывная острота представлена сразу 4-мя вообще. Даже не 4-мя, а 3-мя единицами. Одна из них это Templar Assassin с Даггером. Вторая это Кси с Даггером и Каллинг Блейдом. И третья это Висп плюс Свен. То есть ультрамобильная вообще острота команды АйДжи. И тут, наверное, вся надежда на Timber Soul. Ротикей как-то должен всю эту ерунду где-то чуть-чуть хотя бы подпиливать. Чтобы Ланэм и ССФ могли нормально раскастоваться. На Леона надежды пока никакой. Леон у нас особенно в файтах и не участвовал. Два ассиста, ни одного кила, ни одной смерти. Finger of Death уже имеется, но пока даже и не наблюдали. И непонятно этот Finger of Death, кого вставлять. Аксу пока что плевать. Тут, в принципе, БКБ уже есть. ХП у Акса 1400. Первый Finger of Death сильно его не надамажит. ЦМка. Куда там? ЦМка керри. Представьте. Templar Assassin. Во-первых, все время бегает в рефракшене. Во-вторых, тоже ХП, в принципе, достаточно. Вот Templar Assassin. И прятаться можно, и убегать, и врываться. И Aegis еще дают. Короче говоря, вообще неубиенный здесь Феррари. Ну а Свенат. Что толку бить Свена? Полторы тысячи по голде. Ой, по голде. По ХП. Есть всегда Висп рядом, который хилит. Вот Висп. Лакомый кусочек. Да, Чуанин надо выключать. Но Чуань играет хорошо и осторожно. Так, Феррари у нас нашли в кустах. Ланем здесь, все вообще здесь. Ланема разорвали. И все пять игроков команды E-Home ждут появления Феррари. Дождались. Вот это удачная Templar у нас зашла. Постояла немножко в кустах. Ну, читеры. Читеры игроки команды E-Home. Как увидели, непонятно. Ланема. Агрится у нас на Акси. Недалеко Роти Кейп. Под сейф пошел у Чуаня. Ульта от Ancient Operation. Ульта попадает ни по кому вообще. Погнали у нас Чуаня. Роти Кейп без маны. Всего предостаточно. Маны нет. Есть деньги, в принципе, Роти Кейп уже на Bloodstone. Курьер летит у нас в магазин. Не успевает купить у нас Bloodstone Timber Soul. До своей смерти. Ну, золота, в принципе, достаточно. В итоге забрали, потеряли одного Timber Soul. Е-Home. А еще туда и Storm Spirit. Догонять. Ну, золото есть. Приобретай Vitality Booster. Да, Vitality Booster приобретает у нас в итоге Timber Soul. Роти Кейп уже с Bloodstone. Налог и поищу и Леон у нас на мидлейне. 3 в 3 размен. Это при потерянной Темпларке, если сюда учитывать. А так вообще 2 в 3 размен Ancient Operation потеряли и потеряли Свена. Но забрали Timber Soul, что важно, и забрали Storm Spirit вместе с Леоном. Что, вещички? Посмотрим вещи. Это я люблю. У Веспа Боттл есть. Верно в Шадоу тоже. Уже имеется в Ancient Operation. Есть рецепт на Мидас. Будет готовиться скоро выход на Вагониму. Темплар Ассасин. Есть. Даггер, Митрилхаммер для Феррари. И пока больше ничего не знают. То ли... Можно подумать, в принципе, о появлении Дезолятора. Ихумов надо очень быстро складывать до того, как нагуляется здесь Timber Soul. А ему действительно понижать деф есть смысл. У Timber Soul уже есть Bloodstone. Так, у... Это мы все видели. У Бернинга. Огр Клаб. И в Курьере уже собранный БКБ для Свена. Ну и есть также Мом. В принципе, план минимум для Бернинга выполнен. У Акса есть БКБ, есть Даггер. Что теперь будет делать команда Яхум с двумя БКБшками на важных героях? Еще и Темплар Ассасин. Скорее всего, все-таки в БКБ идет. Ну правильно, а то как это. Все-таки у серьезных дядек из команды IG у Акса и у Свена есть БКБ. Чем Темпларка хуже. У Яхум. Шейкер Бомж. Шторм Спирит примерно так же, но чуть-чуть тут где-то среднее звено менеджмента. Есть Пойнт Бустер, Сол Ринг и Боттл. Ну по чуть-чуть, по чуть-чуть, но Шторм хоть что-то собирает. До этого ситуация вообще была печальная на легкой линии. У Леона. До Даггера еще 900 голды. У СФа есть уже Мека, есть Еул. В принципе, раскаст от Инфлейма уже возможно. Правда, Инфлейм в основном умирает. Не убивает. Ну и Ротикей мы видели. После Бладстоуна появляется еще 1000. По голде самое время вернуть на место Арканду Ци. Команда Ихум на Т1 по нижнему лайн. Будет ли врыв? В принципе, Релокейт есть. Ancient Operations. Ульту не запустил или запустил. Или куда ульта полетела, я так и не понял. Непонятно. В любом случае, будут дефать игроки команды IG. Уже Бернинг здесь. Фейт здесь. И сюда же прилетает у нас Кси. Кси под смоком. Врываться просто-напросто не в кого. Ихум с Дрефеля отправились назад в собственный лес. Темпларка на Мидлейне. У Феррари уже есть 2-300 на руках. Можно хоть что-то себе купить. Ну хотя бы Огрклаб. Да не только Огрклаб. Уже в принципе готов БКБ для Феррари, если есть желание. Нет, это будет Дезолятор. Второй Митриэл Хаммер. Слава вообще Феррари. Умница. Дезоль появляется на Темплара Ассасе. Хватит. Пусть мужики бегают с БКБ. Баба будет дамажить. А где Курьер? Где? Что Курьер там носит? Курьер тут Фейту непонятно что носит. Бернинг. Цепляет у нас Шторм Спирита. Развалили очень быстро. Не пожалели ни одного, ни второго ульта. Как Бернинг разулетился, так и Ancient Operation. И в итоге, кстати, и фраг никому не достался. Это получается крипы у нас развалили беднягу Шторма. Инфлейм поднимает у нас ветра Бернинга. Думал все очень просто. Вообще ничего простого. Инфлейм на лоу ХП. Должен здесь умирать. Умирает также здесь СВ. Бернинг отправляется в таверну. За Фейтом побежали. КСИ один против троих остался. Фейт умирает. Ну и КСИ здесь раскатит без вопросов. Все на фулл ХП. В принципе, игроки команды ЕХОМ. Развалили. В итоге еще и так. Ну и Феррари. Ворвался вместе с Виспом. Уже даблкилл от Феррари. Дальше. Дальше за Тимберсоу. Даггер через 3 секунды. Здесь на лоу. На лоу Мане. Шторм Спирит. Не уйти отсюда. Дэротикей на лоу Мане. Дэд Дэй есть у Темпларки. А потому что Ancient Operation носит себе... Я даже не понял, что от Гем он носит себе и теряет его. Полная вообще ахинея. Если бы у Феррари сейчас был дезолятор, то там бы просто с плэшом, пси-блейдами разорвало бы всю команду ЕХОМ. Но у нас саппорты носят себе вардики и прочую ерунду. Говорю как раковый керри, который никогда на саппортах не играл. Который все время горит в пабах. Что? Что это вообще такое? Саппорты носят варды? Варды не решают. Только сила, только перекачанные бабы с дезоляторами. Ну, понятное дело, что в Феррари действительно тут часть команды. И саппорту важнее. Саппорт у нас так бедный, терпят от всех. А фейт терпит тут вообще за всю команду 0.4. 5 идет Ancient Operation. Если где-то ему что-то бы не долетело, ну, просто ГГ и ливать. Как играть за таких эгоистов. У Тампларки после дезолятора еще почти 2000 на руках. Ну, я думаю, самое время Феррари подумать о появлении Манта Стайла. Потому что рано или поздно Шторм-то у нас выйдет в Оркет. Ну и понадобится. Лучше опередить события. Ну что, врыв пошел у нас от Чуаня вместе с Феррари. Забил вообще на Свена Чуань. Феррари на лоу ХП. Феррари под релокей... Под... Под... Как это называется? Рефракшеном. Под рефракшеном у нас Феррари. В итоге потеряли одного Чуаня. Игроки команды IG далековато. Зашли. Лишнее себе позволили. Свен уже у нас, я так смотрю, не комильфо вообще для Чуаня. Увидел, что у Темпларки появился Дезолятор и сразу давай летать с ней. Где ты раньше был? Когда Темпларка была на дне вообще, по нищенству. Собственному. Феррари пошел дальше за Ротикейм. Ротикей быстрее на деревья. Кси агрит на себя. У нас Ротикей. Ротикей на лоу ХП. Ланэм. Фиссура. А сам отсюда отходить. Бернинг дальше за Инфлеймом. Под Гад Стрэнджем. Инфлейм должен умирать. Постепенно, но сыпется Инфлейм. У Бернинга есть стан. Инфлейм развалился. В это время у нас файт разделился. Шторм Спирит на лоу ХП. Кси живет. Феррари. Келлинг Сприн на данный момент. 2500. Ну что ты, Чуань. Цепляйся в Феррари. Как еще? Ланэм. Быстрее ТП-аут. Под собственный фонтан. Троих убили. Двоих отогнали. И в ужасе команда Ихоума отправляется на собственный фонтан. 8000. По золоту IG. По экспириенсу 7500. Тоже для Инвиктус Гейминг. Темперсоу, тем не менее, еще какие-то деньги появляются. Ну что неприятно для Ротикей, что у него 7 зарядов в Бладстоуне. Хуже этого я даже не знаю что. У Веспа. Чуаневского урна в Шадоусь есть. Ранквил Буци. Боттл. Ну 2-1-9. Чуань не так-то плохо идет. 9 ассистов при 1 смерти и 2 киллах. Великолепно идет у нас Чуань на самом деле. Есть уже 3000 у Темплара Ассасин. Пошел врыв у нас на... Я даже не заметил на кого. На Леона. Стоил ли он того? На Ротикей. Пошел дальше врыв. Ancient Operation. Попадает у нас по Ротикею. Ротикея догорает. Ну и опять же у нас в КД был Бладстоун. Просто задынается. Тимберсоус здесь не мог никоим образом. И 4 заряда в Бладстоуне. Ротикей до этого был так хороший, так полезен для команды Йо Хоума. А на данный момент попросту кусок мяса для команды Йо Хоума. Феррари его не чувствует вообще по факту. 3800 по золоту Темплар Ассасин. Сейчас еще будет дополнительный дэмэдж. Я думаю, мант оставил вообще не лишний. Как минимум Яша это точно. И выбросите барабаны Темпларка. Так, подписка на чат. То есть писать без покупки подписки нельзя будет. Ну, пока это не делается. Но вообще да, мы получили партнерку. Нас наконец-то заметил Твич. Мы этому несказанно рады. Но вы прекрасно понимаете, что дота дотой. Но мы тратим огромное количество времени, силы. И подписка это прямая возможность окупить все наше затраченное время. Силы, эмоции, здоровье в конце концов. Поэтому, да, скорее всего, в идеале мы придем к каналу, стандартному каналу. Где подписка платная и где вас просто задолбают рекламой. Уж извините. Такая политика Твича. Вот. Но пока что это мы не делаем. Все-таки не изверги мы. А то ж рановато как-то. Вот. Как народ созреет, как люди поймут, что оно того стоит. А мы делаем все для того, чтобы люди поняли, что оно того стоит. Тогда уже будем думать о платной подписке. То есть 100 долларов и общаешься спокойно в чате. А, на шучу. 93. С подписки вы минимум денег получите. Этого не хватит, чтобы окупить. Так а что там окупать? Я за полтора доллара в месяц работаю. Там окупать-то нечего. Так что вполне может быть, что хватит. Не переживай за нас сильно. Что-то придумаем. Чтобы было комфортно всем. И вам, и нам, и... И другим студиям. Ланэм аловит у нас Кси. Сразу же врывается в Эхо Слэм. Загрить в итоге не получилось. Ланэм на лоу ХП. И очень удачно мека пошла от Энфлейма. В итоге у нас Ланэм не умирает. Каллинг Бейт от Бёрнинга... Ой, от Бёрнинга. От Кси в никуда. На лоу ХП у нас Висп. Чуаня захейтили. Леон тоже у нас в Таверну. Ну и здесь Шторм без возможности нормально улететь. Нет, Тэп Аут. В итоге у нас делает Шторм. И на лоу ХП прячется под собственный фонтан. Ротики вгрызается в Фейта. Фейт. Та же история. На лоу ХП под фонтан. По итогу файта 2 в 1 разменялись. Бёрнинга потеряли. Это неприятно для команды IG. Размен в любом случае в пользу команды Ехоум. Еще и Ого-го в какую пользу. 1800 заработали за один файт. За 2 килла. И 5400 по экспириенсу. Тоже для Ехоумов. Но IG тут в принципе этого не особенно ощутят. Они выигрывали 14. Теперь выигрывают 13. Что делать не ясно даже. А по экспириенсу вообще выигрывали 17. Но до 15 с половиной спустилось их преимущество. Я думаю как-то переживут. Кси за Штормом. Шторм быстрее отсюда бежать. У Инфлейма уже готов Блэк Кинг Бар. Для чего? Давайте посмотрим. Вот для чего. Ancient Operation. Ancient Operation. Висп со своими спиритами дотошными. Ну конечно же стан от Свена и... И все. Все остальное не... И выйдется у нас БКБшкой. Но в любом случае ХП СФу необходимо. Потому что 3-6. Мид СФ. Ну стыдно же. Согласитесь. Феррари 2700 на руках. Что себе Феррари приобрел? БКБ для Феррари. Все-таки приобретается. Так. Чуань пошел вместе с Феррари врываться у нас на Инфлейма. БКБ от Инфлейма. Инфлейм готов разультиться. На ЛОХП Инфлейм. Феррари в итоге вообще никого не ощутил. Феррари под Блэк Кинг Бардом ничего по демиджу не получил. Забрали Чуани. Да. Ну это расходный материал. Не стоит забывать. Это ВИС. Просто транспортировщик. Феррари здесь в кустах. Просто подойди вообще. Любой. Ну ждет здесь послабее кого-то. Рахита Леона. Вгрызается Феррари у нас. Сразу же на него Хекс. Ну и просветили Феррари. Могут попытаться и забрать. Здесь КСИ нужен очень сильно. Своему тиммейту. Ну и один удар в Ланем. А Ланем отваливается. Феррари под Хостой быстрее бежать отсюда. Не под Хостой. А под эффектом Калин Глейда. И барабаны. Ну там почти 5-2-2 бежал у нас Темпл Арка. В итоге потеряли Чуани. Забрали двоих игроков команды. Ехоум. И это плюс для коллектива IG. По золоту IG 12. По экспириенсу почти 15. Тимберсоу пополняются потихонечку заряды. У Ротикей было не так давно 4 заряда. Теперь хотя бы 7. Уже неплохо. Иши Восгвард появляется для оффлейнера команды Ехоум. У Шторм Спирита 10 зарядов в Бладстоуне. И готовится выход в БКБ. Пошел врыв у нас от Штормана Мидлейн. А здесь Феррари готов рваться у нас на Шторма на самом деле. У Леона есть Даггер. Есть Транквил Буцы. У СФ. Помимо ужасного КДА. Есть БКБ. Есть Мека. Есть Юл. Ничего серьезного для СФ. А СФ у нас на 5 месте по фарму. Где это такое видано. На первом месте Феррари на Темплар Ассасин. У него 18,5 тысяч. Много. Очень много денег у Темпларки. В принципе не такие Темпларки проигрывали. Дэнди у нас на Интернешнале проигрывал миллион денег. И Диана Темплар Ассасин со счета в 17,2. И вроде бы будучи самым сильным. Инфлейм разультился. Феррари здесь в принципе с нормальным количеством дэмэджа под БКБ. Инфлейм восьмой раз отправляется в таверну. КСи дальше за Ротикея. Берсеркер Колл. Иззайд у нас КСи. Ротикея зажали. Ульта пошла у Теншн Допарейшн. Ротикея может здесь и умереть. Дальше пошла драка. Феррари на лоу ХП. Феррари умирает. Развалили в итоге бабу. Дальше за Фейтом. Ланэм. Тотем по голове Фейту. Фейта заберут. И Ротикея тоже здесь. Ну и все. 9 зарядов в Бладстоуне. Шторм Спирит тут поубивал. Ротикея покормился неплохо. У Шторма 12 зарядов в Бладстоуне. У Тимберсоу на данный момент 9. По итогу файта в любом случае в плюсе Ехоума. 2.200. Они заработали по голде. По экспириенсу 6.200. 3000 разница. А здесь 2000 разница по золоту. Классно все у Ехоум. Вроде бы классно, но... Но при этом 14000 проигрывает по золоту и 15000 по экспе. Бывает и класснее. У Ехоумов, у Шторм Спирита. Совсем немного до Блэкинг Бара остается. Странный на самом деле выбор с этими БКБшками. Наверное от Свена все-таки, а от Эншент Опарэйшена больше Блэкинг Бар. Потому что Темплар Ассасин, ну при чем здесь БКБ ТА, которая вас вообще не ощущает. Рецепт на Дайдалус уже имеется. Остается всего лишь 400 по голде мидеру команды IG. И будет уже Дайдалус. Дэмэджа будет колоссальное количество. Если это будет еще и из Молда, понимаете, что любой в принципе из Ехоума отвалится. У Свена уже имеется Тараска. Это все после Мома. После Мома, после БКБ, после Пауэртретс и Блинг Даггера. Ротикей, 3300. 3300 на руках. Так, пошел врыв у нас на Ротикей от Кси. Ротикей под ультой Эншент Опарэйшена. Все, догорел у нас бедняга Тимберсоу. Надо дэнаиться. Никого не задэнаил нас в итоге Тимберсоу. Сам погиб. И Леона тоже разорвали. Леон здесь недалеко лежит. Бернинг под Гад Стрэнджем. Быстрее прыгать, прыгать прыжками. Как можно быстрее добраться до хайграунда. Ну или еще хотя бы одну пачку крипов свалить. Ланэм тут за дерево и бежать. Ньюби или Йохоум? Отвечу немножечко уклончиво. Не Йохоум. Это точно. Йохоум не впечатляют совершенно. Это мое личное мнение. А Ньюби впечатляют. Впечатляли, впечатляют. И скорее всего будут впечатлять. Даже после всех их тяжелейших потерь. Бернинг заскучал. Пошел бить крипов в лесу файтов. Пока не намечается. Чуан его никуда не возит. Ну в принципе Гад Стрэндж есть. У Свена есть Тараска. Есть БКБ. У Хипперстоун имеется. Мом всего предостаточно. Надо просто куда-то Чуаню забрать. Бернинга и все само собой решится. Но пока что Свен у нас без этого обходится. Врывается на Роху. Игряки команды IG. Инфы у Йохоумов не имеется, как я понимаю. Давайте посмотрим. Нет, понятия не имеют. Видите эту зону? Она темна просто, как ночь. И команда IG без проблем забирает Рошана. Гад Стрэндж с вами не пришлось юзать. Максимум, что тут было проюзан, это, наверное, Варкрай. Но уже откадешился. И все. И в итоге Йохоумы во вражеском лесу понимают, что на мидлейне где-то притаились у нас IG. Ну и опять же, Вижен на них был. И Йохоумы просто гуляют по лесу. Думают, что кого-то найдут. Не найдут. По варду пробежал здесь кто-то из игроков команды IG. И Хоумы понимают, что совершенно другая часть карты их могла бы интересовать. Теперь отправляются на Т2 по топ-лейну. Ну, эскейп есть у Шторм Спирита, ему можно свалить. Остальным лучше держаться подальше. Леон тут на одном даггере не вывезет. Ну и все, и все уходят. Испугались, испугались. Еще и ульта аппарата полетела. Попадать под рассказ тут аппарата, а дальше гореть здесь от Темпларки. Ни у кого желания нет вообще. Игра немножко затягивается и становится скучноватой. В любой непонятной ситуации смотри вещи героев. Укси БКБ, Укси Рефрэшер Орб появляется. Дабл Агр. Кто такое видел вообще? У Эншент Оперейшена есть. Аганим 600 сверху. В Темпларке после Дайдауса 4300. Можно смело выходить, я думаю, в... Выходить в бабочку и не чувствовать инфлейма абсолютно. Кси Рефрэшер Орб и еще один Агр на себя. То есть, скилл, который кулдаунится 10 секунд. Обновляется рефрэшером, который кулдаунится 190 секунд. То есть, не подождать Аксу вообще. Это при том, что маны стоят 375 у нас с Рефрэшер Орб. А у Акса всего 1000. Ну, да, в принципе, некуда ману тратить Аксу. Но я думаю, что это на самом деле понты дичайшие. Просто так, для смеха. Но этот, как примерно у нас фаник, я помню, собирал за Баунти Хантера. Рефрэшер Орб. Чтобы у него трек, который имеется, обновлялся. Трек, который обновляется и кулдаунится у нас 5 секунд. Рефрэшер Орбом умножался на 2. То есть, 190 секунд он ждал, когда у него откатится Рефрэшер Орб. Но это все, это так уже было. Это Куром Настных. Лан Эм. Вырывается на Ксикси на лоу ХП. Ну, как там Рефрэшер Орб вообще? Нормальный. В принципе, в таверне с ним сидеть повеселее. Выкупается у нас Леон. Сюда подраться. Ротики на лоу ХП. Ну, у Феррари живет. Феррари, кстати, тоже на лоу ХП. Но у Феррари есть Аегис. Просто так Феррари не заберут. БКБ пока что не юзает. Стоит под пилой. Скорее всего, Феррари здесь умирает. Триплкилла Темпларки. И ждет, ждет следующих гостей. Уже сюда тьма тьмущая вообще ТП полетел. Ждет Инфлейм своего гостя. Ждет Ротики. И здесь Феррари. Начинает настреливать по Ротике. Крит на 979. Феррари на лоу ХП забирают у нас Феррари. Как там Акс? Как там Рефрэшер Орб? У Акса, наверное, лицо как Рефрэшер Орб сейчас с цветом. Зеленое при зеленое. Ну, решили поиграться немножко с судьбой. Пока что все хорошо. Фейт на лоу ХП. Ротики дальше за ним. И не отпустят у нас Фейта. Шива через секунду. Фейт должен здесь отъезжать. Но здесь и Болл Лайтнинг есть от Шторм Спирита. В итоге минус 3 делает команда Йо Хоу. Тут уже у нас все перемешалось. В Файт Рекапе сейчас обновятся графики. Мы посмотрим, чего стоил Рефрэшер Орб на Аксе. Команде Йо Хоу. 22 тысячи были впереди IG. Ждем обновления. По Экспириенсу 24 где-то были впереди. Ах, свернулся. Ну не знаю, Дота очень часто мне напоминает какой-то серьезный вид спорта. Ну, в такие моменты напоминает реально серьезный вид спорта. Как игровой, так и какой-то индивидуальный. Вот по типу каких-то боевых искусств. Когда, ну, тот вид, те виды спорта, в которых пижонов никто вообще не любит. И не прощает. То есть это и дополнительный, дополнительная спортивная злость для соперника. Если ты начинаешь выпендриваться. И где-то ослабление самого себя. И тут, ну, и тут просыпается просто какая-то агрессивность у соперника. И он хочет надрать тебе задницу еще большей силой. И зачастую это получается. Ну, то есть, и что потом говорить своим команде, когда ты сам-то один-два раза умираешь, и начинается паника. Когда такие понты. Ну, там, или умираешь, или забивают тебе гол, или пропускаешь, там, пару-тройку ударов только потому, что танцевать начал, как Мухаммед Али. Вот. Ну, и примерно этим занялся здесь Акс. Решил немножко повыпендриваться. Иначе рефрешер орб я не могу назвать. Агрить на себя два раза всех. Угу. Отлично просто. Вместо... Вы знаете, да, сколько стоит рефрешер орб? Я покажу, если вдруг не в курсе. Он стоит 5-2-2-5. Тараска стоит 5-5-0. Мьолнир 5-700. Скади чуть меньше. Сатаник тут. Ну, Сатаник пускай. Ну, вот Кираса, например. Кираса есть у Свена, да? Да, Кираса есть у Свена. Но что еще могло бы Аксу быть? Шива с Гвард, например. Аксу дает 15 к броне, 30 к интеллекту и замедляет всех вокруг. И пока все будут разбегаться от Шивы Аксовой, в принципе, откэдэшится Берсеркер кола. Это я 100% даю. Ну, Кси у нас с рефрешер орбом. Хоть доставай этот рефрешер орб и бей по голове им своих соперников. Если Юхом сейчас накажут IG за данный мув, будет просто-напросто великолепно. Дота — это подобие шахмат. Ребят, я сейчас расплачусь просто. Дота — это подобие шахмат. Я понял. Подобие пассианца. Меньше слушайте профессиональных игроков с увеличенным ЧСВ. Где Дота — это подобие шахмат. Дота — это подобие хорошего спорта. Хорошего активного спорта с агрессией, с азартом серьезным, с ошибками, которые нелепые вообще. И в шахматах ты в жизни такие ошибки допустить не сможешь. Поэтому, когда говорят, что Дота — это шахматы, это просто дотеры хотят казаться Гариками Каспаровыми как минимум для себя профессиональные. Шахматисты, которые не всегда у нас в профессиональное техническое училище могли поступить, ну, тоже, давайте не врать самим себе. Врыв пошел у нас дальше на Enflame. Команда IG. Наконец-то хоть как-то ответила на этот несчастный... О, опять Refresher Orb у нас в откате. Ну, какой шахматист у нас Refresher Orb мог купить на Акса, ну скажите. И теперь Акса у нас гниет от Roticay. Roticay дальше. Аганим есть. Две пилы у нас уже по кси. Кси провязал сыр. Провязай еще Refresher Orb. Может, у тебя сыр от КДшится. Дальше пошел врыв у нас от команды Yehome. Кайт от Бернинга. Бернинг здесь бедняга терпит за всю команду. Ну, развалили. Леон, Аланем врывается. По троим эхо слэм. Ну и все. В итоге, конечно, задавили. Вся команда IG перефармлена. Тут за одним Аксом не побежишь. Roticay на Ferrari. Одна пила, вторая пила. Ну, что, Ferrari не чувствует, в принципе, все эти пилы. У него достаточно ХП. У него Refraction не спадает практически. И что ему на эти пилы. По итогу файта IG забрали троих. И потеряли Веспа. И, по-моему, все, да. Только Веспа. Дота это как пассианская сынка. Все, закрыли разговор. Врыв у нас на Шторм Спирита. На лоу ХП Шторм. Еще ульта аппарата. Вообще не пожалели. Дальше у нас побежал Свен. Быстрее за Roticay. Ну, тут Свен просто как чокнутый уже месяц. Сколько здесь скорости атаки у Свена? Теперь 062, но это, опять же, без Момо. И это без... Оверчарджа от Веспа. Нет, Дота не может быть футболом. Потому что... Если футбол, то... Нет, наверное, точно не может быть Дота футболом. Все-таки вы понимаете, что можно по фрагам выигрывать. А в футболе голы решают. А в итоге слить катку. Поэтому вряд ли это футбол. Есть, конечно, нечто от шахмат. Здесь, безусловно, ты можешь фигуры выигрывать одну за другой. А потом в итоге где-то на одной ошибке поймать своего соперника и... Выиграть в итоге партию. Да, в этом что-то есть, конечно. Но в целом концепция немного иная, как по мне. О, Клэп Сноу просто в топ вообще. Вывести комментарий в топ и модераторам назначить сразу же. В Лотус. Пишет, что комментатор играет в папчик и размышляет, что Дота не шахмат. Чудак спрос сцены, да, я так понимаю. Хорошо, все. Дота шахматы. Главное, не психуй. Е2, Е4 и гоу. Инфлейм у нас под станом от Бернинга. Здесь уже Абисал Блейд на Свене. То есть помимо Штормхаммера и свои есть еще станы. В Ланема Штормхаммер. Два удара. Бернинг под ультой вообще не ощущает команду Йо Хоум. В итоге потеряли опять Чуаня. Но у него такая судьба. Дальше за Леоном. Леон на лоу ХП. Ну и Бернинг просто ждет, когда можно будет ударить. Дабл килл от мейн керри команды Айджи. Ну и все. И начинает разваливать нижнюю сторону. Команда Йо Хоум быстрее на мид. Крипы уже подошли. Приблизительно здесь тоже пачка крипов додавит. Ну и три стороны можно без крипов сносить. Тимбер Соус здесь вряд ли что-то решит соло. Даже несмотря на то, что нормально по ХП все. Кси врывается у нас так. Рефрешер орб. Еще один агр на Кси. Ну теперь это сработало. И Роти Кей у нас ловит ульту. У Теншент Опарэйшена. Феррари забирает последнего героя команды Йо Хоум. Гуд гейм. Уэл плейт. Пишет Роти Кей. Абсолютно с ним согласен. Да, был какой-то... Была возможность маневрировать здесь у Йо Хоумов. Но в итоге Айджи нон-стоп давили. Они давили экономически. Потом задавили географически своих соперников. Ни фарма, ни убийств нормальных для Йо Хоумов так и не получилось. Ну и результат очень простой и предсказуемый. Айджи выигрывают данную катку Best of 2 со счетом 2-0. Йо Хоумов на повестке дня матч против коллектива Ньюби. На который мы с удовольствием переключаемся. Вот. Поэтому не забывайте подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Жмите фоллоу на Твиче. Ну и конечно же на Ютуб. Ну и что? Через 15 минут должны, как мне подсказывают, ворваться уже на катку между Йо Хоум и Ньюби. Пока что не расходимся. Немного музычки, вопросы, разговор в чате. Шахматы, дота или не шахматы. Сейчас выясним. Все. До скорой связи. Продолжение следует.